Всем привет, дорогие зрители! С вами мистер Шпилкис, и мы возвращаемся на тропический остров в страну Яру и продолжаем следить за развитием событий в истории повстанца Дани Рохаса в игре Far Cry 6. В прошлой серии, друзья, мы с вами перебрались в Алье-де-Оре и познакомились с некими Максимас Матанзас, Талией и Паоло. Как я понимаю, они владеют радиостанцией, которая вещает здесь, ну так скажем, в подпольном режиме, да? Ну что ж, давайте приступать к прохождению нового региона. Поищем, где у нас тут кто. Что у нас здесь? Василий, хорошо. Американское оружие? Либертад пригодится. Так, вот, у нас уже здесь кто-то есть. Ты все равно трепло. Думал, тут будет меньше народа. Они тоже музыканты? Талия ищет тех, кто готов пойти против Министерства культуры. А я слежу, чтобы они не самоубийцы. Думаю, я тут один недоучка. Папа вел строевую. В семье пять поколений вояк. А ты что? Вышибли. Папа узнал, что доча стала, как он сам сказал, уродом. Черт. Вояки не любят трансов. Мне свезло. Талия поймала на краже, но не сдала меня. Парила Деку. Либертад может помочь вам всем. Либертад? Кастильо выиграл. Мы начали протесты. И что толку? Клара пошла играть в партизан. Талию загнали в сраную академию Маркесы. Пришлось спасать, но теперь я должен. Кому? Бэмби. Контрабандисту. Как расплачусь, мы стали сразу свалим. Давай помогу, Пауло. Давай без подачек. Ладно. А ты что не в армии? Врезал сержанту по горлу. Не надо меня будить. Сегунда. Бэмби в церкви. Хуан, есть сведения о партии американского оружия. Интересует? Интересует? Дани, да я сейчас кончу прямо в этой церкви. Позвони, когда найдешь его. Фу. Ладно, звякнул. Так, хорошо, давайте выбираться отсюда. Возраст наших революционеров все меньше и меньше. Уже какие-то дети с калашами бегают, честное слово. Какая-то дурь полнейшая тут творится. Если бы не геймплей, друзья, я бы тут вот дребедель уже бросил бы давно. Геймплей, правда, бодрый более чем. Так, ну что, касаемо оружия на этой серии, давайте расскажу. Я назвал этот набор «Наследство от дедушки». С чем мы с вами будем воевать? Вот такой вот автомат. Что это такое у нас? МП-34. Поставил на него только лазерный целеуказатель для уменьшения разброса стрельбы от бедра. В остальном будем использовать его вот в таком вот первозданном виде. И далее, что еще? Ну, куда же без старой доброй двустволочки. У деда она была, вот он, собственно, в наследство и передал. Естественно, сюда тоже целеуказатель вылепил. И мы с вами будем использовать пулю. Крупнокалиберную. Да, не дробь, а пулю. Посмотрим, что из этого получится. Ну и ресольверское оружие я выбрал. Дедушка очень любил фейерверки, друзья. И запускал их вот из такой штуки. Покажу, как это работает. Ничего не понял, но очень интересно. Поэтому погнали. Смотрим, куда нам с вами нужно. Малыш куда нас послал? Куда-то вот сюда, да? У нас есть туда какие-нибудь варианты перехода, переезда? А нет, смотри. Ничего нет. Я тут в разминочку захватил вот этот КПП. Это было несложно. Это было достаточно быстро. Так, ну окей, ладно. Поедем на машине тогда, я думаю. Можем вызвать. Да, смотри, вот она. Вот она, родимая. Аккуратнее с ней, Михито. Благодарю. Ты вылезай, давай там. Аккуратнее, это моя машина. Вообще-то. Подожди, а у нас же есть здесь, да, вариант взять тачку. Может, мы что-нибудь возьмем из того, что у нас есть? У нас там много чего интересного есть, друзья. Я и забыл. Я тут, кстати, как заглянул сюда, как обалдел от того, что у нас тут есть. О, ангелочек, смотри. Надо заглянуть в управление этой техники и посмотреть, что там есть. Потому что, вроде как, в комментариях написали, что эта штука может летать. Конечно, в этом сомневаюсь, но сейчас посмотрим. Давайте взглянем сразу на управление. F4, да, что у нас здесь есть? Использовать оружие. Икс, сигнал, следовать по дороге. Нет, нет. Эта штука... Нет, смотри. Включение-выключение режима полета. Иди ты серьезно? А как это? Подожди. Давай. Воу-воу-воу-воу-воу. Воу, полегче. Полегче, ангелочек. Друзья, вот это жесткач просто. Смотри, так мы можем же это, да? Мы же можем сейчас вот прям вот так вот красиво, да? Хоба! Смотри, что творим. Просто беспредел. Смотри. Раз. Слушайте, возможно, это теперь моя любимая штука будет. А за счет чего мы летим, простите? Может, там какой-то парашют? Бесполетное неопознанное воздушное судно. Внимание, пилот. Немедленно приземлитесь. Какое судно воздушное? Ты глаза разуй. Дурья твоя голова. Я на машине еду. Совсем, что ли, уже? Мозги там у тебя от жары спеклись. Нет, друзья, это, конечно, кайф. Это кайф в чистом виде просто. А как притормозить? А, вот. Снижаем обороты, да? Аккуратно. И барражируем вот так красиво. Оп, в поворот входим. Идеально, вообще. Просто идеальная жизнь. Хоба, красиво. Клара, мне нужно помочь Паулу отдать долг какому-то контрабандисту по имени Бенго. Да, не сделай все, что в твоих силах. Вспомни, какой лагерь Паулу смог разбить, пока скрывался. Если он решит сражаться, то сильно поможет Либертад. Принято, Клара. Слушай, это техника богов. Подожди, а как он летает? Можно узнать. Подожди, давай мы сядем, например, да? И вот так вот сделаем. А, ну то есть нам надо... Хочу посмотреть. На парашюте! Эта штука летает на парашюте. Я догадывался, да. Я догадывался, что она летает как-то, скорее всего, как дельтаплан, да? Только здесь на парашюте получается. Ну хорошо, погнали. О, смотри, солдатики, да? Серьезно. А Динамо бежит, ребята. Смотри, что творят, а? Просто начали по деду стрелять. Ни за что. Жесть, нет, 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 нет. Это что, слеповуха, что ли? Серьезно? Проблема, конечно, прицеливания с этой штуки. Там вот эта мушка, она такая маленькая, такая тоненькая. Там в запале... Еще, смотрите, да, когда поворачиваешь, она, да, она меняет свое положение постоянно. И в запале реально тяжело порой просто выцелить. Я повоевал с этой штукой за кадром. Ну, как бы, странное ощущение. Автомат тоже примерно такой же. Ты, Бэмби? Грешника видно издалека. Сложно поздороваться? Осторожно, Дани Рохас, а то продам твои потрохоянки. Если я пристрелю тебя, долг Паула исчезнет. Нет. У тебя есть принципы. Ты не убийца. Мерда. Твоя правда. А как насчет тебя? Я убиваю и повстанцев, и солдат. Это бизнес. Легко делать вид, что ты сам по себе. Мой отец был повстанцем в 67-м. После лареволюсион он надел военную форму. Прошло 30 лет, и вот тебе на, новая революсион, новые повстанцы. Они отблагодарили его пулей в лоб. Он лег в землю в той самой форме. Ты готов надеть свою форму, Рохас? А ты свою? То есть. Ты уже не одет, как священник. А ты не про, Макрохас. Мы договоримся. Черт, Бенли. Стемнело, что быстро. Ладно. И что? Простите, извините. А, смотри, давай зенитку, наверное, да? Рохас, забери ключ у моих деловых партнеров. И где они? В отеле. Их зовут Дмитрий и Василий, близнецы из России. Чтобы тебе было проще, сейчас отправлю фото. Как ты добр. Говорят, что доброта – самая подлая форма манипуляции. Задача простая, Рохас. Достань ключ, и Паула скажет тебе спасибо. Знаешь, мне куда важнее разобраться с его долгом. Как и нам всем, Рохас. Особенно мне. Когда я принесу тебе ключ, ты простишь Паулу долг. Ясно? Целую, Рохас. Пока. Хорошо. Давайте зенитку, наверное, взорвем, потом поедем дальше по заданию. Зенитка все равно будет мешать. Лучше нам это сделать прямо сейчас. Заодно покажу, как работает вот эта вот установка, которая запускает фейерверки, самонаводящиеся. Прикольная штука. Правда, я не особо понял, как это все. Функционирует прицельно. Скорее всего, никак. Просто вот так вот идешь. Просто вот так вот берешь. Просто вот так вот делаешь. Куда полетело в итоге это все? Я без понятия. Честно. Допустим, как вот эту штуку завалить? Вот так вот, например, да? Хорошо. Ну, по идее, они тут есть, солдатики, да? Можно как-то... Ну, хотя бы сделали красиво, друзья. Одну из двух. Короче, подожди, подожди, подожди. Фраг в воздухе. Шесть, серьезно, смотри. Ну, красиво. Красиво. Сейчас реально стало воевать красиво. Не поспоришь. Слушай, гранату ты закинул прям сюда ко мне. Умник какой. Короче, куда-то там мы попадаем. На место, куда надо. Все. Хорошо, разобрались. Это был последний. Так, уран, уран, уран. Уран с той стороны, походу. Патрончиков бы собрать, что-то как-то сейчас подраскидали. Так, неплохо. Не, подожди, подожди, братан. Подожди, подожди. Подожди, подожди. Подожди, врага. Смотри, какой живучий гад, а. Дожди, дожди, нет. Где ты? Живучая тварь, просто нереально. Да жесть. Да жесть. Короче, этот набор, друзья, далеко не самое лучшее, интересное, что было у нас в серии. Я так не кончу. Набор оружия. Бывало и поинтереснее. Так, кстати, смотрите, здесь есть ящик, да, это хорошо. Понял. Меня радует единственная, конечно, двустволка. Просто вот бах-бах делать, прикольно. Так, а чё? Зови. Чё столько много-то? В упор, конечно, вообще знатно даёт. Классно. Всё, что мы взяли? Порох, отлично. Отлично. Ну что, идём дальше, наверное. Почему-то нас на ночь... ...дропнуло, да? Хотя мы уже рядом практически с вами, получается. Окей, мы тогда на самолёте лучше рванём, я думаю. На самолёте будет сподручнее, мне кажется. Только вопрос... А, ну ладно, взлетим, в принципе, развернёмся. В воздухе. Жесть, чё тебе так колбасит самолёт? Не могу удержать его, реально. Чё-то его прям тянет вверх постоянно, странно. Ладно, сейчас будем прыгать всё равно. Так, хорошо. Блин, правда неудачно, я хотел на самую крышу залететь. Ну ладно, погнали тогда. Ола Рокас, я подумал, стоит сказать тебе, что в отеле могут быть солдаты. Могут? Эй, я лишь пытаешь помочь. Помочь? Обычно ты используешь людей. А, сочту это за спасибо. Чё-то это всё, а кто-то такой, прости. Ола Рокас, я Chern Прикрой, миленький гад! Прикрой, миленький гад! Прикрой, миленький гад! Ау! Ай, он, отлезет! Слышите! Терпу передаду! Там нужна помощь! Я пошел! Так, короче, у нас проблемы, спецназ Но спецназ, ладно, спецназ где-то там, а мы где-то здесь Думаю, что все хорошо Ну, друг А, подожди Не все хорошо Да, не все хорошо, нужно разобраться Блин, они, по идее, самонаводящиеся у меня, но почему-то нифига не самонаводятся Не знаю, как это должно работать Так вот, может быть Ну, ладно, давайте побережем немножко эту штуку Для того, чтобы, да В случае чего, какую-нибудь технику ликвидировать Ах 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 Прикрой меня Ах Ах 6 не братан хотя возможно братан почти давай быстрее 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 ой ну вас в жопу честное слово запарили вы против солнца еще не чертань куда ты лезешь иди давай отсюда лезет у герой тебя видно дурачок дать последних завалим вот этих он один плавает даже есть боже мой какой же ты живучий гад а почему ты такой живучий объясни мне или какой-то бак с этим с водой там еще один катер слушайте давайте валить ну к черту честное слово очень много очень долго пойдем поговорим с этим ты же прикольно стреляться да но в меру все хорошо в меру здесь что-то меры этой нет 6 смотри а у нас кончились патроны да прикольно ну ладно надеюсь что мы поговорим блин ну пройди ты надеюсь что поговорим что тебе нужно ты дмитрий или василий дмитрий а ты еще кто меня прислал бэмби где ключ ах вот чем дело бэмби поимел нас по полной сперва прислал солдат потом тебя я не работаю на него мне просто нужен ключ ключ у моего брата солдатня утопила его как пса но он не молил о пощаде васька погиб в том модемом бассейне как мужик график мои соболезнования я сваливаю из яры вали ты пока бэмби не всадил нож в спину идиоты кусок и зачем меня понесло в этом богом забытую страну прикольно да русский значит обязательно пьяный и в спортивном костюме классно супер других же русских не бывает черт возьми отлично хотел парашют открыть не получилось ладно смотрим куда нам дальше а нам сюда же получается да здесь же я думал куда другое место поедем ладно погнали смотрите-ка здесь уже кто-то есть почему ты такой живучий скажи мне кто ты такой кто ты такой скажи мне по идее у двустволки такой урон что она должна просто не знаю ну да она в принципе и валяет на месте до сной с одной пульки но при этом тихо 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 при этом да как то вот эти вот противники они спецназы какие-то супер крутые я не знаю откуда у них столько брони и живучести падать падают да но при этом смотрите не умирают даже от выстрелов в упор а ты пошел видимо оплакивать до своего своего друга или брата бэмби ах ты ходи пута ты нашел мой ключ и у твоего мертвого русского друга в общем рухас это ключ от сейфа в отеле вилла худе там будет книга в черной обложке и что же в ней свобода пауло в частности так интересно вот где-то здесь сундук с оружием он явно где-то под водой да вон он скорее всего кто здесь может быть да кто угодно можем сдохнуть ладно погнали железный занавес прикольно прикольно название классно русские рядом да и железный занавес интересно так дальше дальше что дальше кто дальше куда ну тогда вот сюда наверное и отсюда рванем на задание рванем и на ангелочки я думаю что мне дико зашло дико зашла эта машинка я знаю что у полу хватает забот в лагере но и мне бы здесь помощь не помешало нет я старенький здесь можем что-то построить друзья но мне уже это не особо интересно если честно все эти строительства а там у нас кстати что лос-бандидас получается да ну пойдем наверно по шустрику сделаем операцию ох ты аж пятерых потерял и гола дело лидера могут ранить а могут не ранить металл даже не знаю а здесь смотрите не хватает нам одного давайте лучше металл что у нас еще есть иранские песо порох давайте вот это два часа то подойдет лучше вот ты на стиле что попало надета вообще там посмотри рванё какое-то вообще нереальное на стиле игрит хотя в принципе современная мода друзья по сути это нереальное рванё которое на стиле по другому не скажешь как бы нам быстро научиться отсюда выходить я вот бы очень этого хотел потому что вот блин вот мне надо вот сюда где это вот там по идее она должна быть зациклена это локация по хорошему это должен выходить в любое место ой блин а можем мы переплыть так ангелочки иди сюда давайте метку дадим и посмотрим как дорога нас поведет хотя зачем нам дорога слушайте а скорость по моему гораздо быстрее чем на вертолете я конечно не утверждаю но прям очень быстро а мы сядем куда-нибудь здесь красиво вот это солдатня уже здесь какой сюрприз да ладно блин обидно обидно я думаю красиво сейчас упадем там на колеса и поедем ну или хотя бы врежемся во что-нибудь на блин жалко вот и отель солдатня уже здесь а ну и замечательно так тоже можно да бэмбэ я в отеле и тут целая армия но ты наверняка в курсе маленькие сюрпризы делают эту жизнь увлекательней давай бездемогон кстати там кто то есть из животных агрессивных по звуку какой-то гепард леопард что-то такое забавно да смотри они даже носом не повели мы в мою сторону здесь взрывы все дела там они продолжают где там ходить патрулировать надо не прозевать этого леопарда гепарда в спину выскочит гад давай давай а и и Бэмби нужно то, что внутри, избавиться от всех военных в области. Ну, погнали, поищем, что ему нужно. То, что внутри. Внутри, наверное, вот этой штуки, мне кажется, да? Ключик. Хорошо. Ну, это ключик от какой-то дверки, да? Возможно, вот от этой. Не похоже. А вот там, смотрите, да? Что-то засветилось, да? Какая-то меточка. Причем до метки еще было видно, там какая-то дверь нарисована была, что-то такое. Как чувствовал? Как чувствовал, что лучше перейти на что-то автоматическое? Еще один ключ. смотри интересно ох не уж то туда лезть придется да ладно нет скорее все это вход второй как мне кажется мб готова книга у меня думаешь я просто слуга мне нечего тебе доказывать лучше скажи где-то меня ждут так за мостом к северу от отеля но это где-то рядом получается да совсем вот хорошо ну как-то я ждал здесь куда большего количества военных тут в основном сидели снайпера бестолковые что как-то экшена не вышло либо я может быть вначале там всех растрепал быстро но как-то как-то да экшена не получилось какой-то мутный этот бэмбо да странный какой-то типок и отзывы о нем не самые лучшие как вы запарили вот этими словечками ни черта не понятно половина вот этих всех словечек это бестолковые давай что тебе надо спасибо что освободил мой новый порт а я думал тебе нужна была книга из сейфа зачем выбирать что-то одно отель вели худи мечта контрабандиста рядом лучше порт на южном побережье ты хотел чтобы кто-нибудь избавил тебя от конкурентов отель приносил русским немало бабла а теперь когда я заполучил список продажных чинуш у них на зарплате эти деньги буду получать я с этим до закончили но у нас с тобой есть и другие дела руха ты выплатил только часть долга пола и вам я найду для тебя занятия можно дышь дышь сделать себе прям вот сюда че ты мне не нравишься гусь в оранжевых штанах книга учета так тысяча метров до километр у нас до цели давайте посмотрим если туда какой-то быстрый переход ну в принципе да принципе есть вот сюда отсюда доедем можно было будь поосторожней тут что тебе надо бичу ничего нет не совсем кое-что надо это важно честное слово встретимся в но вот эти штуки вообще лучше не перелетать постоянно здесь такая фигня так как там вот взаимодействовать металл 30 хорошо и по идее можно взорвать наверное чтобы забрать детали потому все равно чинить эту штуку никто не будет чем мы доломаем и заберем обломки транспорта хорошо погнали погнали с вами это что нет это что-то из старых заданий я пока не хочу их выполнять все поедем на вот этой штуке это не ангелочек но все же а была бы возможность я бы вызвал ангелочка но ой жесть вообще не поворачивает чахотка не поворачивает говорю нифига разбегайся народ так а мы здесь где-то заберемся но по идее да я думаю что нам наверное нет смысла туда катить по дороге все хорошим лизайн влезать вообще на не поворачивает это хочется что колеса вообще передние не крутится обыскать город оружие в голубом грузовом контейнере макей индустриц а nokia сюда гириллера есть новости дани тут один кпп так и ждет твоего визита может заглянешь туда и избавишься от проблем и россия скрыт мой вылезет 60 отсюда кто-то да но это не она это специально так сделано чтобы я нарывался на вот этих леопардов пункт кто это валиды меж ты шакал проклят на получать это пригодится так секунду кто-то там есть до 6 господи боже ты мой идиотские огнет милочеки чтобы вас всех порвало до свидания не дали коробочку поискать и как назло не зацепиться нигде этой кошкой да хорошо погнали дальше тогда контейнеры искать в залей зданий жесть и и опять хлам а где оружие и 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 тут есть чем поживиться ты по мою душу серьезно не серьезно подожди а здесь собачка сидит он у меня тут партия оружия американского надо я еще пса нашел собак с давних времен используют в войнах сержант стаби чипс нему у него есть имя пока нет какого хрена дани как же его индивидуальность дай псу имя ладно ладно пусть будет бум-бум отлично научи его отгрызать врагам кахуность псы должны быть жестокие непредсказуемы а куда друг поехал смотри смотри вот закоротил он куда-то рванут по низам а бум-бум теперь со мной получается прикольно а ну-ка красиво ой началось все смотри я пробил да жесть и поехал куда-то все окей давайте значит дальше продолжаем смотрим что у нас еще а ну в принципе смотрите бичо да появился и ценный груз а можно сюда как-то быстренько перелететь отслеживать допустим подожди а ценный груз это куда а ну это туда нужно да получается блин на самом деле неудобно потому что здесь бы заиметь какую-то точку быстрого перехода было бы очень кстати ну тогда что тогда наверное давайте через лагерь возьмем там задание и потом рванем до туда долетим на ангелочки по-быстрому а чё за подождите вылетает откуда но и мне бы здесь помощь не помешала что раньше такого окошка не было подгрузка идет какая-то или что это такое блин где это не вот сюда надо вот это самый неудобный лагерь из всех наверное с этими переходами все одинаковое пока запомнишь это место пока изучишь как отсюда выходить как ты знаешь я крутой радио диджей ну ну ладно это ложь но ты меня вдохновил дани своим этим повстанчеством я мечтаю запустить в эфир свой сексуальный голос музыку максимус и правду о либертат я назову это все радио либерта а еще я мечтаю чтобы ты забомбил нашим логотипом чертову пропаганду марии маркесы вот те краски и несколько бомб начиненных листовками чтоб дело шло быстрее окей займемся контр пропагандой у меня аж мурашки а у тебя нет только у меня тебе его подбородком твоим заняться братан вот где реальная проблема то а граффити там или что там логотипы это все фигня подбородок у тебя да так нам бы вот это найти быстро ну туда максимус матанзис это радиостанция или что это такое блин ну почему нельзя просто быстро перейти господи надо постоянно здесь колесить по этим переходиком мосткам или это какая-то группа то есть это группа или радиостанции а почему-то до этого полагал что это радиостанция колесница богов честное слово просто что-то фантастическое и мы поедем сейчас вот сюда ну точнее полетим немножко выедем и полетим кстати смотрите дождь гроза чуть как до этого то ли я не обращал внимания то ли подобного не было слушай ну скорость прям не в пример честно вертолету по моему гораздо быстрее только проблема с посадкой конечно на этой штуке я наверно прыгну с парашютом а смотри полетела родимая а нет не полетела или полетела нет а по идее должна лететь по хорошему она нифига не должна вот так вот терять управление просто должна продолжать лететь на парашюте вперед вот же тухо у пацанов да смотри пивко сигаретки все дела здесь сидит этот седой именем давай поехали у меня есть клиенты которые просто мечтают сделать ноги из этого рая и ты им поможешь бери грузовик на нем ты сможешь доставить моих клиентов к докам там их ждет корабль в доках хорошая охрана придется поднапрячься чтобы попасть внутрь без боя тут тебе пригодится рафаэль мэра очень ценный клиент спец по подделкам его бумаги тебе помогут сделает для меня и долг пола будет погашен все будут довольны лодка никого ждать не будет так ангелочек пригодился маску одень чихаешь стоишь гусь давайте смотрим куда нам это чё задание ценный груз да это как раз бмб ну тогда вот сюда я только что поговорил с бэмбе и что сказал этот урод что если я еще раз замараю ради него руки твой долг будет прощен знаешь я не жалею что задолжал ему чтобы вытащить нас стали из яры но я понимаю чем ты рискуешь ради меня дани и не забуду этого поблагодаришь меня если я выживу по идее ангелочек вызывается и вот отсюда в том числе дать к посмотрим до . вызывается отсюда но мы с вами полетим на вот этой чахотки потому что ее хотя бы можно поднять воздух и посадить обратно ангелочек это билет в один конец если нет дороги расскажи что знаешь говорят форте ора спрятано сокровище но я туда ни за что не пойду не пинга спасибо вот мне кажется вот так должны выглядеть здесь некоторые вот действующие персонажи до основные смотри какой-то харизматичный чувак с этим ирокезом борода все дела такой весь там бицуха она кода дали дрища непонятного я имеют бэмбэ да типа он крутой такой здесь местный бандюга да скорее всего короче что-то как-то непонятно персонажи вот наверное старики больше всего запомнились фартовая и эль тигры остальные все какие-то совершенно безлики может быть еще кучеряшка вот это вот в очках которая какая там елена вот она тоже наверное да интересная но я имею ввиду внешность такая своеобразная похоже это рафаэль пига военные их схватили почему у тебя что не задание то геморрой да я не виноват что гражданские рядом стоят не убивать я не собирался их убивать блин дистанции наверное маловато да а нет а нет вполне себе нормально здесь какая-то коробочка да где то есть ну вот она это у нас брелок а вот они смотри бэмбэ дела плохи всех спасти не удалось постараюсь давайте заберем сейчас сундук не пойдем дальше на замену горит найди да то есть нам получается нужно поискать вот этих по освобождать блин конечно я не знал что такая фигня получится никак не думал ну получилось все уже придется до поискать нам на замену в автозаках по всей аре ну вот там мы и поищем сейчас мы где нибудь основную дорогу найдем какую нибудь побольше и на ней немножко подпотусим а вот автозак смотри да уже есть дожди а на какую там кнопку хотя ладно плевать давайте сядем так растрепим нас и льваста спасибо вот это же не автозак да нет прикольная штука конечно но нифига не понятно как она работает смотри что ты полез то под колеса друг мой дорогой ну погнали еще двух нужно найти может быть на карте как-то сможем увидеть по идее вот частенько такие да стоят вот эти вот вдоль дорог пленники бесполетная зона кстати смотри как назло не найдем да сейчас ни одного этого дай 6 блин и это не автозак смотри какой героя красиво не придерешься слушай классно сыграл братан классно сработал но это все не то это все не то что очень у них звук у некоторых точек похожий на это на самолет а так это зениточка родимая слушай как удачно как удачно смотри да 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 кстати где 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 я помогу танк 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 смотрите с танком покажу прикол офигенный блин сейчас если успею конечно смотрите опа бум до свидания смотри ты вещь готова все спецназ пошел вход да ладно все друзья давайте давайте дальше а вот там уже есть то что мне нужно медик вас не спасет я здесь помоги это я мне удалось спасти оставшихся клиентов мне удалось спасти оставшихся клиентов так походу спецназ до собака нет 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 не он тут друг ты прогадал маленько да где ты там уродец ты проклят так все погнали если можно быстрое путешествие сделать мы пока мы в розыске наверное нельзя далеко ну так себе нет можно иди-ка сама деловая но еще сама заваруха впереди мне кажется да что-то там говорили про серьезное сопротивление в порту или где-то в доках что-то там приземляйся давай куда пошла без меня все хорошо в этом как порядке вам у нас эй я в грузовике жду лодки старайся не повредить товар товар вкусами только к люди не отдали в кузове деньги кое-что мерзкий а жесть и получается что мы не с максима смотан за сдать дела имеем а с каким-то мерзким уголовником главное сейчас вообще ничего не делал друзья ни в кого не стрелять не дай бог там не согреть кого-нибудь это будет жесть но с танком кстати здорово я научился их вот так вот ликвидировать потому что на самом деле танк это наверное самый серьезный противник гораздо серьезнее вот этого крутого вертолета вертолет тоже достаточно сложно завалить порой но танк танк это выше всего наверное по сложности бумаги я забыл так жарко что башка не вает вылезай быстро предохранитель то есть дани рохаса не знает никто его знают все но его не знает никто из этих да ни одной ориентировки ни одной фотографии ничего ровным счетом да так все по ходу до коробку успеем забрать защитить грузовик и солдат перебить ну в принципе мы это с вами сделали вертушка вот это я вот это я да вот это я дал короче во время перезарядки спрыгнул я думал он успеет открыть парашют я думаю что вообще как таковая опция появится чё-то да сплоховал ладно ничего а сначала будем да ну окей по лимфе ни разу не попал а и и и и вернитесь грузовику хорошо сейчас посмотрим куда вот этот едет товарищ сюда ездит до походу ладно коробку потом заберу что-то предыдущий раз коробочка стоило мне немножко немножко времени принципе тоже быстро разобрались но что-то да я не думал что прыгнувши с этой фигни он так и продолжит в полете перезаряжать это все дело отличная работа наши друзья будут чрезвычайно признательны момента амигос вам еще рано к коню они не идут издержки увы что это блин значит я коммерсант рогас давай каждый из нас будет заниматься тем что умеет вернись к полу и скажи что я его отпускаю твое кондирус а можно тебя пристрелить вот просто интересно и куда в итоге он увез грузовик этот поздравляю по бэмби от тебя станет ничего так у тебя был долг между прочим грязь я здание пусть это останется между нами далее ненавидит бэмби я тебе благодарен но мы все равно свалим с этого острова так это новые фото интересно что за фото короче ладно плевать заберем коробочку друзья я думаю что на этом наверное все на сегодня повоевали хорошо я думаю что в следующей серии может быть даже закроем этот регион посмотрим как дело пойдет в принципе если идти чисто по сюжету дата не так уж и много здесь этих сюжетных заданий я почему-то так рассчитывал сделать первый раз получилось так что я свалился и помер причем прям во время этого задания ну что ж друзья на сегодня у меня все спасибо что посмотрели это видео если вам оно понравилось ставьте лайк подписывайтесь на мой канал комментарии обязательно пишите советы предложения пожелания увидимся в следующей серии пока пока